Здравствуйте! Меня зовут Марина Корнёс. Я выкладываю это видео о том, как я делаю домашние задания. То есть, так как я на тех выходных пропустила домашние задания и видеоотчеты, я решила объединить три задания. То есть, я их выполняла вчера в пятницу, сегодня в субботу и планирую выполнять завтра. Потому что сегодняшний результат у меня не очень впечатлили. Зато вчера в пятницу было очень интересно. Я заметила то, что когда я одна выполняла это задание, было более комфортно. То есть, я сама себя вдохновляла. Я была в себе уверена. Мне было не так, чтобы сильно просто, но проще. Вчера я выполняла задание. То есть, сначала я сделала генеральную репетицию в офисе. То есть, я проверила себя, насколько я могу подойти к людям, рассказать про то, что я в тренинге, то, что я участвую в задании. То есть, участвую в тренинге и нужно выполнить задание, которое нам задали. В моем окружении, коллеги, они меня не совсем поняли. То есть, они поддержали меня, конечно, немножко. То есть, они послушали песню, которую я спела. Это была генеральная репетиция перед выходом на улицу. Я спросила у них про счастливые и важные дни. Самые счастливые, самые важные. Ну, и потом, конечно, денежку собрала. Вот. Как бы, включились они не так, чтобы очень понимая меня. Вот. Можно сказать, похихикали, покрутили виска, сказали, я занимаюсь ерундой. Но песенку разрешили мне спина куплета. Вот. Но не все про счастливые дни было намного интереснее. Они даже потом, после выполненного задания, они даже пофилософствовали на эту тему. Было интересно. А вот. Ну, денежку по мелочам не давали. Причем, не все с особой охотой, потому что сказать, что это все ерунда, и, в общем, надо чем-то серьезным заниматься. И вообще, я, наверное, в какую-то секту вступил, меня потом спасать надо. Вот. Ну, про счастливые дни, как бы, им понравилось. Вот. И я вдохновленной результатами. Вот. Я продолжила работу дальше с домашними заданиями. И я, так как вот у меня получается, что я объединила три задания, это, наверное, мне облегчило все-таки, как-то было проще. Вот. Я тоже к компании подошла и сказала, что я участвую в тренинге Павла Колесова и что мне нужна помощь. Вот. Компания была мужская. Ну, молодые парни, люди. Вот. И я спросила у них про самые счастливые и самые важные дни. Меня удивило, что почти у всех самый счастливый день был связан с рождением дочери. Младшей, старшей, но именно дочери. Хотя, как бы, всегда считается, что мужчины хотят всегда сына. Но счастливый день причем от рождения дочери. И важные дни были у кого-то день рождения, у кого-то день свадьбы, у кого-то день знакомства с женой. У моего шефа, кстати, я когда в офисе спрашивала, у него собственный день рождения, он сказала, если бы не было моего собственного дня рождения, не было бы других счастливых дней и важных дней. Поэтому он объединил. В принципе, очень интересно именно вот это задание. Потому что люди начинают больше раскрываться, как-то философствовать начинают. Вот. Ну, здорово. Вот. Мне тут уже один молодой человек дал очень много денег, он дал мне 500 рублей, потому что меньше не было. Вот. У другого вообще не было денег, поэтому он сказал, извини, я бы тебе с удовольствием дал. Но вот, ну, как бы, так получилось, что он вышел без денег. Вот. И два парня дали мне 1,20, другой 10 рублей. Вот. Ну, на этом вчера у меня все это закончилось, но я была в эйфории такой, мне очень понравилось. Я же запрыгнула, когда это все произошло. Вот. Песенку они спели со мной, я их попросила. Вот. Меня поддержали очень хорошо. Мы даже еще потом второй раз спели. Было здорово. Вот. То есть я практиковала весь день дыхание и везение. И как-то вот все это... Ну, вообще вчера очень удачно вообще день сложился. То есть я делала абсолютно все. То есть я встала, я себя поблагодарила, сказал, что я себя люблю, что это самый лучший день в моей жизни, что я уже богата. И дыхание и везение практиковала. То есть было очень здорово, хотя когда я собиралась на работу, не собиралась уже, вышла, чтобы поехать на автобусе. У нас была очень жуткая пробка. Я просто включила наушники, музыку. Жизнь прекрасна, и она одна. И вот, шлепая до работы, слушала эту музыку, песню. Вот. Несколько раз причем. И было здорово. Вот. Ну, я дышала дыханием и везением. То есть было хорошо. Я даже как-то, ну, не сильно расстроилась, что эта пробка, то есть я просто прогулялась в быстром темпе. И даже когда я пришла на работу, обнаружила, что мне подарили апельсины и еще ручку. Что было вообще как бы для меня. Если апельсины, это было более ожидаемо, потому что я их просила. ручку шариковые, шариковые мне просто подарили клиенты. Вот. Ну, то есть как бы день был очень удачный. А сегодня, сегодня я встала, тоже практиковала и благодарность, и дыхание, везение. Вот. Ну, сегодня мы запланировали с подругой все вот это вот, все эти дела, все эти задачи, чтобы она не помогла снять видео, как я поила про елочку. Она была настроена, скажем так, не так, как я. она сказала, что я занимаюсь ерундой, что это все ерунда. Вот. И не стоит этим заниматься. Но обещала, что она не поможет. Как бы, ну, один раз она снимет меня, когда я, я планировала несколько раз сделать видео, когда я пою елочку. Ну, она была мне один раз. И мы долго гуляли по парку. Я нашла молодую компанию, где молодые совсем ребята. Ну, я не знаю, сколько им там лет, по 15, наверное, было. Вот. И сказал, что да, я вот участвую в тренинге, мне нужно вот такое задание выполнить. Мне нужно спеть песню про елочку. Вот. И мы как-то, девчонки больше меня поддержали, не все, правда. Мальчики застеснялись. Вот. И, как бы, они послушали и подпели мне песню. Вот. И о чем сняли видео. Вот. Но там не до конца подруга сделала. Ну, как получилось. Вот. В принципе, было интересно, весело. Вот. Но деньги я уже вот в этот раз насобирала всего там 8 рублей. Не с этих молодых девчонок. Вот. У них я просто спросила про счастливые и важные дни. и они сказали, что, ну, многие говорили, что у какой-то девочки день рождения мамы самый важный и самый счастливый день, у какой-то свой день рождения. Вот. У одной девочки самый счастливый это знакомство с парнем. Вот. И в основном вот у них перекликались вот это все. Там, свой день рождения, знакомство с парнем, там мамин дни рождения. А одна девочка, вот она просто, она как будто устала и говорит, что у меня нет счастливых дней. Я говорю, как, ну, тебе же там столько лет, как бы, за это время неужели не было ни одного счастливого дня? Она говорит, нет, не было ни счастливого, ни важного. Вот я с парнем, ну, я говорю, с парнем, ну, ты же знакомилась? Она говорит, да, знакомилась, и я считаю, что это самый несчастный день в моей жизни. То есть, вот она такая была, как ежик. Вот. Как-то даже, ну, хотелось ее поддержать, мне было жалко, но, как-то она так это, ну, отреагировала. Я даже не знаю, как сказать. Просто я была удивлена, что в таком молодом возрасте такая огорченная девочка уже жизнью, вот, и не назвала ни одного счастливого дня. Вот. Ну, вообще, вот это задание самое интересное, потому что общаешься с людьми, вот узнаешь, они раскрываются, они тебе, как бы, начинают доверять, открывают душу, вот. Было интересно. Но вот с деньгами как-то в этот день прокол получился маленький. Вот. Я надеюсь, что я завтра постараюсь еще выполнить эти задания, вот, потому что у меня в общей сложности набралось, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать человек. Вот. Еще четырех надо. Поэтому я планирую на завтра этим заняться. Все. А, денежки надо показать, сейчас я вам скажу, что я... Ну, это денежки, которые я насобирала. То есть в общей сложности я посчитала, получилось семьсот двадцать восемь рублей девяносто копеек. Вот. Как-то так удачно за два дня. Вот. Надеюсь, завтра будет еще удачный день. я планирую его. Вот. Поэтому завтра еще выложу видео. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...